Итак, первый вопрос. Почему у одних детей более добрые сердца, а у других детей более злые? Причина в воспитании или в чем-то другом? Хороший вопрос, очень актуальный вопрос. Я думаю, это тот вопрос, который был актуален всегда во всей истории человечества. И ответ таков. Во-первых, на сердца детей влияют унаследованные качества от родителей. Вот если у родителей доброе, более доброе сердце, то и сердце ребенка изначально будет более добрым. Второй фактор – это в каком окружении этот ребенок рос. Или, как здесь было сказано в самом вопросе, как он был воспитан. И третий фактор – это как он сам работал над собой в ходе или в процессе роста, в процессе развития. Когда человек принимает от родителей определенный характер сердца, это тоже много влияет и на остальные два фактора. Но в основном сам человек, он решает, каким быть. Если человек унаследовал определенное сердце, но когда он рос, он видел, слышал, его воспитывали правильно, то это будет влиять больше на то, каким он будет. И после этого нужно учитывать, что и сам этот человек, даже если его и воспитывают правильно, даже если ему и подают хороший пример, то он должен прилагать сам те усилия, которые нужны для того, чтобы этот пример в своей жизни применить. Хороший пример, которого он видел. Поэтому вот эти три фактора влияют на то, почему у некоторых детей добрые сердца, а у других детей более злые сердца. Здесь, конечно, можно больше говорить, но мы пойдем дальше. Есть ли случаи, когда позволительно… Это другой вопрос. Есть ли случаи, когда позволительно давать сдачи в ответ на рукопрекладство? Ну, само слово «сдачи», я не знаю, что подразумевается в этом вопросе, вот в этом слове «сдачи», да, но мы должны защищать, мы должны кого-то защищать, родителей, детей. И в этом случае, что позволительно или нет, определяется тем, каким сердцем делает этот человек. Если человек со зла просто ударит пару раз кого-то, и мало ли там, каков будет результат этих ударов, то, конечно, это непозволительно. И Библия нам говорит, если ударили по левую щеку или по одну щеку, предоставь другую, да. Поэтому принцип он этот. Принцип есть тот, чтобы даже нам в ущерб не причинять ущерб другому. Но если нужно кого-то защитить, мы можем по максимуму остановить того человека. Нежелательно драться, нежелательно ударять. Потому что в любом случае мы христиане. Если бы это делал другой человек, это был бы другой вопрос. А мы христиане. Иисус Христос, Он обычно никогда не дрался. И второй фактор, это почему это происходит. Если это за имя Господа, то, конечно, мы все равно защищаем того, кого хотят, может быть, побить из-за Господа. Вот представьте себе, что кто-то проповедует Евангелие, и на него нападают, там, хотят его побить. Вот как бы вы поступили в этом случае? Вы бы взяли там биту или кулаками и давали бы прямо в нос или по голове тому человеку, кто хочет побить другого? Правда, нет. Вы как-то бы их просто разъединили или успокоили, угомонили бы тех людей. Вы бы сделали это, учитывая, что это гонение за Христа, но все равно бы как-то попытались бы это сделать. То вот в любом случае вы можете поступать именно так, как бы вы поступили, если кого-то бы гнали за Христа. Хотя там могут быть случаи, когда никого не гонят ни за что. В любом случае мы не должны просто смотреть на то, как кто-то другого убивает или там бьет. Мы аккуратненько влазим, скажем, сделаем все так, чтобы того человека не били. Так что насчет сдачи не могу сказать, но то, что мы должны обязательно, должны заступаться, если кто-то видит, что на родителей или на кого-то из своих хотят их побить или как-то бесчестят их и ничего не делает, то это, даже не знаю, как назвать это, очень-очень недопустимо. Это плохо. Это неверное сердце. Это неверующее сердце. Если человек ничего не делает в таких случаях, он должен заступиться, но должен это сделать сердцем Господа, как мы и стараемся все делать сердцем Господа. Ведь не только этот случай есть. Есть много других случаев, где мы должны постараться все делать сердцем Господа. Когда нас неправедно злословят или хотят лишить нас чего-то, мы, конечно, как-то выстаиваем все это, если даже это не за Христа. Мы все равно где-то стараемся выстаивать, но делаем это сердцем Господа. У нас есть определенные рамки, за которые мы не пойдем. Убивать мы не будем, драться мы не будем. Мы как-то в рамках определенного понимания сердца Господа на своем уровне веры будем это делать. Вот так нужно поступать и в этом случае. Так что насчет сдачи не знаю, но заступаться всегда нужно. И делать это сердцем Господа. Следующий вопрос. В Откровении 20 глава 10 стих написано, что дьявол будет ввержен в озеро Серное. Но почему тогда старший пастырь говорит, что дьявол будет заключен в бездну? Был еще один такой вопрос насчет дьяволы. Там был так и старший пастырь говорит, что есть дьяволы. И есть ли еще много сатанов? Или сатана не один, но много. Я объяснял, что работа сатаны это пускать волны в атмосферу, которые человек ловит теми антеннами зла из своего сердца. Сатанов много не должно быть. Сатана пускает эти волны. Но что касается дьявола, его действия, его дела должны все это совершить на деле. Поэтому дьявол должен каждого человека подталкивать на то, чтобы сделать то, что сатана пускает вот эти волны и что взращивается. Грех зачавший или похоть зачавший рождает грех сделанный. Грех рождает смерть. Вот это работа дьявола. Сделать. Поэтому Библия, когда говорит о делах, говорит о делах дьявола. А о мыслях мысли сатаны. И отвечаю на этот вопрос и прошу мысль понять. Когда говорится о дьяволе, говорится о том, вот Иуде сказал, один из вас дьявол. Вот Иуда, он где будет? Конечно, в Серном озере. Но также мы знаем из тех же проповедей старшего пастыря, мы знаем, что роль дьяволов играют и падшие ангелы. Падшие ангелы, они не имеют души. Они не имеют духа. У них нет чувств. Серное озеро, где они могли бы как-то двигаться, было бы для них не так уж и плохо. Потому что они не будут чувствовать это Серное озеро. Вот эти, эта категория, эта часть дьявола, она будет в бездне. Так что, вот понимая изначально, как работает сатана и как работает дьявол, мы можем понять, что в любом случае самые плохие места в вечности принадлежат им. Ведь само озеро Огненное, оно так и сказано, что оно сделано для дьявола и его слуг. Поэтому, несмотря на то, что написано в Откровении, это является правдой, что в озере Серном, но в бездне также является правдой. Потому что роль дьяволов играют и те падшие ангелы, которые не имеют тела. Они не могут почувствовать боль. У них также и самой свободной воли такой не было. Надеюсь, ответ исчерпывающий. Если есть на этот счет еще какие-то непонимания, можно их написать. Евреям 12 глава 16 стих. Следующий вопрос. В Евреям 12 глава 6 стих написано, что Господь, кого любит, того и наказывает. Но ведь за каждое беззаконие по справедливости должно быть наказание. Почему тогда другие люди остаются без наказания? Какие люди остаются без наказания? Это уже мой вопрос. Что из Библии сразу пришло на ум, это то, что в Библии говорится, что наказание приходит не сразу, поэтому люди все больше грешат. Есть стихи с таким пониманием. Наказание не приходит сразу, поэтому сыны человеческие, они все больше и больше грешат. Они думают, что нет наказания. Но на самом деле за каждое тщетное слово все равно ответ будет. Так что я не знаю конкретно, откуда взято вот это, что другие люди остаются без наказания. Но если тот, кто задал вопрос, имеет в виду, что кажется, что иногда зло процветает и нет наказания за зло, то мы должны понимать, что это так кажется. На самом деле ад, и как христиане верят в небеса и ад, сам ад уже доказательство того, что никакое такое дело не останется без наказания. И если кажется, что на этой земле кто-то прожил до старости в беззаконии и не получил наказания, то все равно будет суд у великого белого престола. И каждый человек даст ответ, написано, за свое тщетное слово, даст ответ за то добро или зло, которое он сделал. Это в любом случае произойдет. Вот, даже христиане, которые делают определенное зло в силе своего маловерия, да, вот как Давид, например, он впал в грех, но тот христианин, который с благодарностью идет вперед, это все обращается ему во благо, в освящение. Он через испытания еще больше понимает свое сердце и освящается еще больше. И получается, что он испытание или это наказание как-то тоже проходит, если он грешит, уже будучи на большом, на высоком уровне веры. Он наказан за сам грех, но в то же время это все обращается ему во благо, как в Библии написано, что все содействует во благо тем, кто любит Бога. Если человек в меру своей веры, даже допуская определенные оплошности, да, грехи иногда делая, он все же кается и проходит все, что нужно пройти с благодарностью, то и это обращается ему во благо. Так что люди, ни один человек не останется без того наказания, которое ему нужно принять, которое Бог определит по справедливости, что нужно это наказание дать. В Библии еще написано, что те, которые знали и сделали, да, согрешили, то те будут биты многими ударами. Те, которые не знали и сделали, меньшими ударами. Мы можем понимать, что у Бога все-все очень-очень ясно. А те грехи, которые человек может сделал, но все же он покаялся, и в меру его веры они могут быть просто стерты, и никакого наказания не должно за это быть, это все потому, что Иисус Христос уже наказание это принял. Если человек кается и идет вперед и растет в вере без того, чтобы на высоких уровнях веры где-то падал, или делал бы то, что не нужно делать в меру своей веры, если он вот этого не делает, то он просто идет вперед. Если и проходят какие-то гонения, это за Царство Божие и правду его, как это делали апостолы. Тут, конечно, можно еще более детально все это преподнести, но я думаю, все ясно. Никто никогда не останется без должного наказания или без должной награды. Мы должны уповать на крови жертву Господа Иисуса Христа и двигаться вперед с полным доверием Богу. И если кто-то сделал беззаконие и Бог его прощает, нам нужно радоваться за то, что Бог его простил, понимая, что если Бог это сделал, значит, так нужно. Следующий вопрос. Как понимается в церкви Манмин, 2 Петра, 10 стих, где сказано, что «День Господень придет, как тать ночью, тогда небеса с шумом уйдут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если в лекциях Джей-Рок Али по книге «Откровения», а также в книге «Небеса. Первая часть» поясняется, что физическая сфера первого неба не исчезнет, а Бог закроет эту сферу и запрет ее врата. Ну, это очень легкий вопрос. Чтобы ответить на него, нам нужно уяснить последовательность вещей. Ведь то, что написано о том, когда Господь придет, как тать ночью, это будет перед тысячелетним царством или после? Конечно, Господь придет, как тать ночью, это перед тысячелетним царством. Вот тогда сгорит все, да? Но после этого будет новое небо и новая земля. Мы также в Библии можем это прочитать. Это будет тысячелетнее царство. К тому же физическое пространство – это не только небо и земля. Физическое пространство – это… Да, физическое пространство – это все Вселенная. Так что одно другому не мешает. То, что будет все сожжено, как в Библии написано, в конце семилетней великой скорби, то перед тем, как будет тысячелетнее царство, будет новое небо и земля и так далее. Я думаю, тоже здесь все понятно. И также, что касается воскресного дня. Вот я прошел этот вопрос, но хочется все-таки пояснить. Видите, вообще работать в воскресенье в любом случае – это грех. Работать в воскресенье – это то, что запрещает Библия, особенно если человек не первый год в церкви. Освящать воскресный день – это поклоняться в Духе и Истине. Если взять по самым высоким стандартам, то, конечно, это грех. И работать на заводе в воскресенье – это очень-очень плохо, потому что в любом случае нужно освящать воскресный день. Но если мера веры человека и его обстоятельства в той мере веры не позволяет, он может освящать воскресный день. Как старший пастырь говорит, он приходит на первом воскресном богослужении, он новичок в вере, да, он приходит на первом воскресном богослужении, а на втором его нету. Новичкам в вере, конечно же, это вменяется в освящение воскресного дня. Но если это делает уже человек, который давно в вере, то это значит, что он нарушает воскресный день и не соблюдает его. Аналогично и с вот этой работой, да, два на два, вот два выходных, два рабочих дня. Если вы человек, потому что я не знаю, кто это пишет, да, если человек, который спрашивает об этом, он новичок в вере, то, конечно, это ему вменяется в освящение воскресного дня. Бог видит его ситуацию, его меру веры, все сопоставляется. Мы знаем о семи духах, да, они тестируют семь этих качеств. Это вера, радость, молитва, благодарность, исполнение заповедей, верность и любовь. И в соответствии с этим применяются все вот стандарты истины или неистины в жизни человека. Так что есть определенные вопросы, которые, конечно, хочется отвечать конкретно тому человеку, знать его ситуацию и так далее. Но поскольку я не знаю даже имени того, кто спросил, у меня есть столько вопросов, да, то я вот говорю, что нарушать воскресный день – это грех. И этот грех не из тех легких грехов. Это один из десяти заповедей. А все, что в десяти заповедей – это основные смертные грехи, грехи, ведущие к смерти. Если нарушать все, хоть одну из этих, да, делом тем более, да, делать то, что там написано, не делать или наоборот. Так что нарушать воскресный день в любом случае – это смертельный грех. Нужно освящать воскресный день. Но также мы знаем о мире веры. И вот тот человек, кто это спросил, он должен посмотреть на свои отношения с Богом. Он должен посмотреть, он просто на самотек все отдает, так как… Ну так, пускай будет так. Или все же он может как-то еще более совершенно все сделать. Ведь у него есть Дух Святой. Ведь Дух Святой обличает или наоборот вдохновляет. Дух Святой говорит, что делать, когда делать. И если молиться, то ответ конкретный. Вот человеку, который в своей ситуации, там мельчайшие детали, обстановка и обстоятельства. Вот Дух Святой даст очень конкретный вопрос. Но в принципе ответ уже есть. Мы понимаем, что мотив в сердце очень важен. И мы понимаем очень ясно, что воскресный день нужно соблюдать. Это был, по-моему, последний вопрос. Спасибо.